Украина теряет хвойные леса, и не только из-за незаконной вырубки, атакуют жуки-караеды. За 2-3 недели они способны полностью уничтожить здоровое дерево. Способы борьбы с вредителем искали наши корреспонденты. На севере Хмельницкой области посадки соснового леса занимают более 60 тысяч гектаров. На первый взгляд деревья выглядят вполне здоровыми, но на самом деле на верхушках под корой сосен орудуют тысячи вершинных жуков-караедов. Мы можем побачить вот такие отворы, которые говорят про то, что цей короид залезает в стобур и его пошкодживает. Вот она внизу, вот она внизу. Вот видите, в коре, вот мы сейчас видим. Вот это личинка, которая находится в коре. Аэросъемка зафиксировала. Зеленый ковер сосен разбавляют серые пятна. Это деревья, которые спасти уже невозможно. Даже зеленое дерево, оно уже может быть заселено короидом, потому что верхушковый короид, покинувши уже дерево, где уже была сделана его работа, он переселяется на соседнее дерево. За год таких генераций может быть три, а то и больше. На высохшем стволе под корой виден лабиринт. Здесь короеда ставил после себя зараженную грибками древесину. Ее использовать уже нельзя. Эта синюшность говорит как раз про то, что данное дерево уже и мертвое. Оно уже полностью отработано с таборовыми шкодниками. Лесопатолог Владимир Чудак говорит, сейчас при аномально высокой температуре сосна не может выделять достаточно смолы для того, чтобы самостоятельно бороться с вредителем. В Хмельницкой области станом на сегодня вражено больше 6 тысяч гектар лесу соснового. Это складывает приблизительно 12% от площади сосновых насажений. А 6% это критичная цифра. В 2015 году тут были поодинокие случаи заселения. А вот и сам виновник вершинный короед. Он выполз из-под коры на запах приманки. Данные пастки не вырешивают проблемы. Эти пастки используются чисто только для мониторинга. Мы безусловно на территории можем подраховать, какая количество этих шкодников потрапила в пастку. Лесники говорят, спасти лес от нашествия короеда можно лишь проведя санитарную вырубку леса. Именно так борются с этим насекомым в европейских странах. Но в Украине с 1 апреля до середины июня вырубка запрещена. Нам необходимо все-таки переглянуть на определенный закон про творческий свят, где забороняется период тиши, который не дает возможности. В тот период, когда происходит массовое заселение голодным шкодником леса. За три года короеды уничтожили в Украине 350 тысяч гектаров леса. Специалисты утверждают, если этот процесс не остановить, то уже в ближайшее время цифра может вырасти еще на треть. Андрей Кровец, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности телеканал Интерх, Мельницкая область. Продолжение следует...